Если умножаешь n минус первое число Фибоначчи на n плюс первое и вычитаешь из этого квадрат n-ого числа Фибоначчи, то получаешь минус один в степени n. Давайте я объясню, как это связано с формулой, которая была здесь. k плюс 2 можно было обозначить буквой n. Это то же самое, но мне кажется, что так симпатичнее. k плюс 2 той же четкости, что и число k, поэтому отличие вот негативно. И вот это равенство, между прочим, знаменитое равенство, то есть от числа Фибоначчи, что-то оно, что-то, вроде известно, такое очень замечательное, симпатичное. Итак, это равенство я сейчас докажу при помощи. А что значит докажу при помощи негативности? Это значит, я напишу база. В данном случае проще всего взять единицу. Ну и переход как будет. Итак, поехали. Шифтую базу. Фи нулевое умножить на фи второе минус фи первое в квадрате это минус единица в первой степени. Фи нулевое это ноль. Так я объясню, почему. Потому что сумма двух членов последующих подач равна следующей. Но чтобы что-то вместе с единицей давало в единицу, конечно, это что-то должно быть. То есть нулевой членов процентной подачи всегда считают равным нулю. Второй членов процентной подачи единица. Первый член единица. И здесь у нас минус единица. Это правда. Ноль умножить на один это ноль. Один в квадрате это один. И единица, действительно, ноль. Теперь нужно выполнить индукционный переход. Здесь уже никаких случаев, подслучаев не будет. Здесь будет все у них упал. Для некоторых числа n. Теперь надо писать в эту формулу. Что фи n минус первое, если его умножишь на фи n плюс первое, и из произведения вычтешь венную форму, то получится минус 1, 9 и n. Тогда надо переписать то же самое выражение, только взять вместо n, n плюс 1. фи n минус 1 минус 1 это фи n. Здесь будет фи n плюс второе. Здесь фи n плюс первое в квадрате. Вот, ребята, сейчас надо каким-нибудь образом преобразовать это выражение. Ну, смотрите, вот в эту формулу входили числа фи боначи с номерами n минус 1, n плюс 1 и n. А в этой формуле n, n плюс 2. Ну, понятно, что нужно сделать. Надо вспомнить определение, что такое фи со значком n плюс 2. Давайте вспоминать. n плюс 2 число фи боначи это n плюс первое плюс n. Очень хорошо. Теперь здесь фи n плюс первое в квадрате. Ну, я не знаю, стоит ли его... Давайте пока оставлю. Вы знаете, мне неизвестно. Потому что у меня же здесь n плюс 1 есть. По крайней мере, от n плюс 2 я избавился. А уж что делать с n плюс 1 в квадрате и потом. Так, теперь я скрываю скобку. Это я умею. Это есть фи n умножить на фи n плюс 1 в квадрате. Плюс фи n в квадрате минус фи n плюс 1 в квадрате. Хорошо. Хорошо. Вот теперь давайте сравнивать, что у меня есть. А вот что у меня есть. Здесь фи n в квадрате и здесь фи n в квадрате. Правда, здесь с минусом, а здесь с плюсом. Но вообще-то в правой части стоит минус 1 в квадрате. Так что как раз знак должен поменяться. Так что это уже хорошо. Здесь стоит разность. Вот такая вот. Такая замечательная. Я вынесу фи n плюс 1 за скобку. Смотрите, ребята. Фи n плюс 1 из этих двух штук можно вынести за скобку. Получится так. Фи n минус фи n плюс 1. Понимаете, почему, да? Фи n плюс 1 на фи n это вот это. А фи n плюс 1 на фи n плюс 1 это вот это. Отлично. Ну и было фи n в квадрате и здесь тоже так. Осталось чуть-чуть. Осталось понять, что разность вот этих чисел это на самом деле взятое с минусом число фи n минус 1. Потому что у меня, смотрите, фи n плюс 1 это фи n плюс 1 это фи n в сумме с фи n минус 1. Значит, если я вычту из фи n плюс 1 фи n, я получу фи n минус 1. Ну а если наоборот, из фи n вычтует фи n плюс 1, он будет соответственно с минусом. Будет соответственно с минусом. Плюс фи n в квадрате. Осталось чуть-чуть проектовать. Это будет взятое с минусом в произведение фи n минус 1 фи n плюс 1 минус фи n в квадрате. Потому что минус на минус дает плюс, а это значит взятое с минусом в правой части. То есть минус 1 в степени n плюс 1.